Привет всем! В этом видео я расскажу вам, как приготовить камбучу со вкусом имбиря и куркумы и небольшие нюансы, которые необходимо знать для успешного процесса ферментации. Берем банку с чайным грибом, которое настаивалось минимум неделю, снимаем марлю и накрываем крышкой. Нам нужно поднять живые бактерии со дна банки и распределить их по всей жидкости. Для этого камбучу нужно перемешать. Это можно сделать длинной ложкой, лопаткой или, например, палочкой для суши, а можно просто понаклонять банку вверх-вниз. Если этого не сделать, то одна бутылка может получиться сильно газированной, а другая совершенно без газиков. Наклонять банку нужно очень аккуратно и спокойно, иначе камбуча может выстрелить, как это случилось у меня. Теперь, когда мы убедились, что все живые бактерии поднялись со дна банки, можно приступать к ферментации. Я переливаю камбучу в разные контейнеры для того, чтобы мне было легче разливать ее по бутылкам, так как трехлитровая банка довольно тяжелая. Не забываю оставить немножко стартовой жидкости для того, чтобы повторить первую ферментацию. О том, как делать первую ферментацию, я расскажу в другом видео, и ссылку на него прикреплю в описании к этому. Для ферментации важно выбрать правильные бутылки. Лучше всего подходят бутылки из темного стекла и вот с такой бугельной пробкой, которая блокирует поступление воздуха в бутылку, а темное стекло не дает попадать солнечному свету, и процесс ферментации идет намного лучше. На пол-литра камбучи я беру 1 чайную ложку куркумы и 2 чайные ложки тертого имбиря. Смешиваю все в отдельные баночки или стаканчики, заливаю камбучей, перемешиваю и разливаю при помощи воронки по бутылкам. Затем доливаю сверху камбучу и плотно закрываю бутылки пробкой. Если вы используете прозрачные бутылки, то их необходимо ставить в темное место и лучше накрыть еще чем-то дополнительно сверху полотенчиком или пледом. Смешиваю 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 Тем более газированная она получится. Спустя 2-3 дня камбучу необходимо очень хорошо охладить. И только тогда открывать и наслаждаться вкусным и полезным напитком.